Приветствую, друзья! Приветствую! 3.24 дня. Сегодня 1 декабря. Сегодня фактически третья передача, уже записанная мной. Левона Лобобян опять, значит, in business. Первая передача, по-моему, она была что-то больше 45 минут. Я записал ее на английском для армян-американцев и пошел спать. Проснулся. Значит, у меня видео есть. Видео мое заблокировано. Там написано, значит, что комментарии заблокированы. Причем никаких объяснений, никакого имела, ничего нет ни от YouTube, ни от кого. А вот и все. Вот так вот тебе. Ну, я там ребятам позвонил, все как-то удивляются, что к чему, что может быть, никто ничего понять не может. Значит, взял я и говорю, ну-ка, я запишу еще одну. Записал на 5 минут буквально программу того же содержания, только она была в 10 раз меньше длиной, в 9 раз меньше того же содержания. Единственное, что если в первой программе я написал название, что-то такое, что-то вроде помочь процветанию Армении, к примеру, здесь я написал, как помочь образованию в Армении. Ну, вот и все. Вот и вся разница. Значит, в этой первой передаче не было ни одного слова, связанного с этой формулировкой hate speech, вот так они называют это, это разговор о ненависти и так далее. Короче говоря, просто загадки из загадок. С ребятами говорю, а ребята говорят, что это сделал YouTube. Но, кто знает, может быть, люди, у которых есть большие деньги, имеют какую-то возможность влиять на него и так далее. Они не могут это бесконечно делать, потому что это противозаконно. Понимаете? Здесь, в Америке особенно, это противозаконно, очень опасное занятие. Нужно быть очень осторожным, если ты можешь, получается, ты нарушаешь там права человека, свобода речи и так далее. С этим особенно. Поэтому я ничего не понимаю, честно говоря, вот ничего не понимаю. Ладно. Я вам рассказал, чтобы вы были в курсе. Я считаю, знаете как, вот мое отношение к этим вещам очень простое. Я считаю, чем больше мы будем друг другу говорить обо всем, правду говорить, рассказывать, пускай вот оно трещит, эфир пускай трещит от правды, тем лучше. Понимаете? Потому что, чем больше людей знают, что происходит, тем меньше шансов у этого непонятного, то, с чем мы дело имеем, на какой-то выигрыш, так сказать, в этих ситуациях. Поэтому, по всей видимости, так как то, с чем мы имеем дело, видите, как я осторожно говорю, очень боится правды, очень боится правды. Возможно, правда является очень мощным инструментом против них. Теперь это как красному, как красного цвета тряпку показывать быку, по всей видимости, говорить слово Армения или писать слово Армения. Может быть, именно слово Армения. Вы знаете, как работает NSA, да? Вот эта вот служба, которая следит за разговорами людей и так далее. Они следят за ключевыми словами. Вот если ты скажешь одно слово, которое как-то связано с противо, скажем, какой-то активностью, они вытаскивают это слово, на него реагируют. Они же не в состоянии по-настоящему прослушивать все подряд. То есть, они, конечно, с ума сошли на полную катушку. Тот же YouTube, по всей видимости, и прочее. Они доиграются, потому что все равно появятся другие каналы. А потом, я вообще-то почти не сомневаюсь, что существуют платные каналы, через которые можно выходить и делать все, что ты считаешь. Но, естественно, при том, что ты соблюдаешь элементарные человеческие условия, ты не обзываешься, ты не ругаешься, ты, допустим, не желаешь кому-то, чтобы он исчез с планеты Земля и так далее. Ну вот, я хочу сказать, что если я говорил о моей первой передаче сегодня только о добрых вещах, меня вдруг заблокировали. Пять минут потом сделал на передаче. Такое же содержание просто что-то изменило в шапке в названии. Все нормально прошло. Чудеса какие-то. Не напрямую, а на кривую, как говорится. Косвенным образом, по-моему, нам дают понять, что вы не беспокойтесь, мы за вами присматриваем. Ну, пускай присматривают. Это делает то, чем я занимаюсь, то, чем мы занимаемся, более важным, более актуальным. Это в очередной раз подтверждает мою теорию, что существует очень-очень-очень серьезные силы, которые очень не хотят, чтобы наш народ стал бы на ноги, был бы просветленным, просвещенным и распространял бы человеческое знание, культуру и добро вокруг себя. В общем, это, конечно, похоже на факт. Сейчас, по-моему, это уже третий раз, если не ошибаюсь, мы созвонились с другом, его зовут Армен, он у нас был на программе уже, и мы имели очень неплохую беседу. Вот, Армен свободно говорит по-армянски, вот, но из-за того, что я так плохо-плохо говорю и понимаю армянский язык, мы говорим на русском языке, пускай нас простят те, кто нас слушают и те, кто подслушивают. Это тоже интересный момент. Значит, приветствую Армен. Барев Левунджан, здравствуйте, дорогие мои армяне и все, кто нас слушает. Вот видите, как здорово, Армен сейчас с нами. Мы не подготавливались к этой передаче, мы просто подготовились к дню, когда это произойдет, и времени. Трудно ведь, знаете как, работа, дом, беготня, расстояние, у нас три часа разница с Арменом. Да. Да. И мы не подготавливались в смысле того, о чем мы будем говорить, потому что говорить есть столько, конца краю нет. Может быть, Армен, вот сейчас я даю слово Армену, может, Армен начнет о чем-то. Мы обещаем всем этим трубкам и тем, кто слушает и подслушивает, очень вежливо и очень цивилизованно вести разговор. Кстати, сказать спасибо за ваше напоминание. Быть цивилизованными. Мы ими будем. Мы, они есть, и мы ими будем. Ну все, поехали. Да, тяжело быть цивилизованными, когда наши соседи, у них сплошной мат стоит. Но все равно мы должны выше быть, выше их на голову, на две головы быть. Потому что мы все-таки, раз мы себя считаем древней нацией и более культурной, мы как-то должны выдержать этот натиск. Да, да, да. И показать правильную дорогу им, чтобы они тоже, может, когда-то хотя бы, чтобы перешли на это, чтобы мы могли с ними сотрудничать, вести диалог. А то сейчас, на данном этапе, с ними невозможно ничего вести, никакого нормального разговора человеческого. Даже вот сейчас наши репортеры побывали в Азербайджане и корреспонденты. И их корреспонденты побывали в Арцахе. Ну не знаю, что получится из этого. Ну начало есть диалогу, да. Нет, ничего из этого не получится. Я вообще не верю в контакты на этом уровне, что они вообще к чему-то приведут. Потому что никакого влияния на верхушку эти люди внизу там не имеют. Если у нас люди внизу до определенной степени, до определенной степени влияния на верхушку, до определенной степени, там они просто, там их по тюрьмам и на этом все. И это правда. Наши, я извиняюсь, наши массы берут. Вместе выходят на площадь. У них как-то у наших сплоченность хорошая. Они могли, например, господина Пашиняна продвинуть. Да. Во властные структуры, которые бедный там вился везде. А у них этого нету. У них нету. У их журналисты, ну там более, я думаю, более 70 человек, которые гнают в тюрьмах. Это ужасно. Да, это ужасно, конечно. Это ужасно. Вообще, любое насилие над свободой слова, оно временное. Оно не навсегда. Оно обязательно сломается, оно закончится. Но вот это сегодня то, что сделали с тем, что заблокировали мою передачу, это конец этой конторы, которая занимается этим. Если они пошли по этому пути, если они перегибают палку, то есть я имею в виду, что когда ты начинаешь перегибать палку, ты сам себе, конечно, роешь могилу, и в конце концов ты потеряешь все. Вот, я считаю, что где-то в недалеком будущем их акции начнут падать, люди прекратят к ним обращаться, люди будут обращаться в альтернативные программы. Вот, я, кстати, в ближайшее же время узнаю у своих ребят, кто чем занимается, буду интересоваться, есть ли альтернативные программы, и там вести параллельные лекции и видео. Просто интересно, что дальше будет. Моё мнение, я, конечно, извиняюсь, пока у них существуют и капают большие нефтедоллары, они будут сувать нос во все программы, английские, французские, немецкие, они будут везде, как сказать, по пятам следовать, чтобы навредить. Пока у них есть деньги. Они тоже знают, что когда-то у них закончится это все, но сейчас они делают рывок на все, на все. Президент им, наверное, я думаю, что господин Алиев им дал это указание. Ну, я хочу сказать, что все это правильно, вот сегодня существует временный успех, так сказать, но правду в мешке, это шило в мешке не утаишь, оно все равно вылезет. Существует. А что до того, когда была эта труба, это была, был этот айфон и так далее. А что, когда великий наш вождь Нжде приехал сюда, в Соединенные Штаты, и просто своей агитацией и пропагандой организовал молодежь на то, на это. Значит, не так-то так, не так-так-так, все равно. Тут столько всего по этому поводу сказать. Причем, это очень ценная мысль, то, что вот ты сказал, Армен. Это ценная мысль. Любая мысль ценная. Любую мысль нужно рассматривать как очень важную. Ну, вот показывает, вот просто история показывает, что все попытки нам нанести окончательный ущерб, в конце концов, уничтожают то, что нам пытаются это сделать. Да, хорошо. Или мы живем в мире, в котором признано существование высшей силы, существование черта. Плюс оно, естественно, материальное тоже, потому что мы его пощупать можем. Значит, или-или. И третий вариант, вот это то, что можно предполагать существование, наличие Господа Бога, в каком-то виде его. Для нас армян, вот на мне крест, допустим, для нас армян это, значит, Христос. Вот так. У них вот там этот Могаммед, у кого-то. Но это высшая сила. Потом там, естественно, должен быть дьявол. А я считаю, что его у нас достаточно примеров. И материальное. Вот это вот комбинация, которую конкретно. Вот я сейчас селфон держу же в руках. Вот я поставил его к своей камере, мы же говорим. Так вот, вот о чем идет речь. Значит, если есть возможность, как говорится, симбиоза, анализа того, что происходит, получается интересная штука. Факты – тяжелая вещь. И я сейчас скажу что-то, то, что я говорил в своей первой программе, и я не первый раз это говорил. А когда-то мне эту мысль подсказал Хенри из Калифорнии. Хенри будет слушать и будет сейчас смеяться. Он очень скромный человек. И я вот говорю чисто вот ретроспективно, смотрю обратно на историю. Вот существует этот народ, который мы сегодня называем армяне. Тогда называли еще что-то, урарту смешанное с тем и так далее. Значит, где шумеры? Я не говорю, что между нами был конфликт. Но где шумеры? Где великий, могущественный, гениальный народ шумеров? Где они? Так. А где акадийцы? Или как их там называют по-русски? Акадия. Акадия. Ну, или кто они там? Это семитическое племя, которое, в общем-то, было связано с шумерами и давало нам прикурить тоже периодически. Где они? Их нет. А где ассирийцы? Ну, где они? Ассирийцы нам давало прикурить страшное дело. А где они? Распалились. Распалились. Вот. Там еще масса всего по всей видимости была. Я же не историк, у меня не history major ссылаться. Но я говорю фактами. Значит, дальше мы идем. Скажем, кому мы можем дальше идти? Скажем, мы можем идти дальше к арабам, да? А где арабы? Вот, пожалуйста, 6 миллионов евреев загнали в эту ловушку в Израиле. И они 6 миллионов терроризируют 100 миллионов арабов. Вы арабы, которые миром владели. Вы докатились вот до этого. А где вы? Вы пытались нам навязать свою волю. А чем это кончилось? Посмотрите, во что вы превратились. Вы живете в нищете, в беспросветном будущем, в постоянном конфликте с этим... Не будем говорить. Да, они друг с другом. У них конфликт друг с другом. Кафлик друг с другом. Наверное, вот это вот, наверное, та часть, которая как-то в материальные не очень вписывается. Жалеть вас? Ой, боже мой. Ну, конечно, в общем-то жалко человечеству. Но меня, несчастного армянина, который живет здесь, в Лонг-Айленде, в Нью-Йорке, на всех не хватит. Я хотел бы сначала помочь своим детишкам, своим бабушкам и дедушкам. Честно говоря. А потом всем остальным. Дальше идем. Монголы. Где монголы? Чем кончились монгольские нашествия на весь этот мир и на Армению? Во что превратилась Монголия? По-моему, их всего 1 миллион на земле остался. Их загнали туда, в эти вот холодные места китайцы. Вырезали всех налево-направо. Устыни Гоби загнали. Да, куда-то их там. Дальше. Византия? Нет, нет. Дальше. А хотя да, да, можем говорить про Византию. Но, 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 но. Рим. Хазарский Каганат. Я не знаю, были ли там войны. Не знаю. Вот я что-то не помню. Но, во всяком случае, Хазарский Каганат, он исчез. А он был у нас на границах. Я не знаю, были ли там войны. Я нигде об этом не читал. Рим. А подмени были, да. Рим. Какие? Ну, может быть. Где Рим? Рим нам прикурить давал страшное дело. Да, это Рим. Да, но Рим давал прикурить всем подряд налево-направо. А где Рим? Во что превратился Рим? В макароны и пасту и пиццу в Италии? Вот так. Дальше. Александр Македонский был единственный, единственный в истории полководец. Но он был гений. Он не был просто какой-то человек. Я не знаю его природу. Я извиняюсь. Александр Македонский – это отдельная совершенно статья. Есть один вопрос. Пью чай, хочу проснуться. Есть один вопрос. Каким образом Александр Македонский, подойдя к Армении, на Армению не напал? Что произошло? Потому что существует мнение, что Александру Македонскому, так же, как и всем тем, кто находится, находился и будет находиться в власти, у них есть люди, медиумы, которые им советуют. Они гадают, это астрологи, они гадают на картах, они гадают на разного рода пенджеламс, на инфернальных силах и предсказывают, что дальше будет. Астрология у них была неплохая. Мощнейшая. Так вот, Александру Македонскому сказали, звезды говорят, туда не иди, ты там себе хребет сломаешь. Александр Македонский оказался гораздо умнее, он туда послал своих сатрапов, сатрапы свое дело сделали, и Армения стала союзником Александра Македонского без одного выстрела стрелы. А где Александр, а где Македония, а где Александр Македонский, и где Греция? Дальше, дальше. Персы. Великие, по-настоящему великие воинственные индоарийские племена персов. Во что превратились персы? Во что превратились персы? Посмотрите на сегодняшний Иран. Да, наш друг, слава Богу, слава Богу, наш брат, наш друг. Но посмотрите, во что превратилась Великая Империя. Вот так. Они давали до какой-то степени нам прикурить не очень сильно, но было. Было. Сильно даже, да. Хотя они, в общем-то, воспринимали нас совсем по-другому, гораздо лучше, чем весь остальной мир. То есть, у Великой Персии никогда не было задачи изничтожить армянскую расу. Не было такого. Они были гораздо более цивилизованные и умные, и видели в армянах потенциал для продвижения экономики и знаний и прочего в своей стране. У меня сейчас подготовлен масса материала по поводу Ирана. Я много чего буду рассказывать по поводу Ирана. По поводу величайших людей, величайших достижений этого великого народа. У меня много чего подготовлено. Древний народ очень, да. Так вот, опять, а что случилось с Ираном? Дальше Византия спрашивается при всем своем могуществе, при всем том, что очень много армян проживал на территории Византии, при том, что императорами Византии, по-моему, их было, можете, я ошибаюсь, может, поправить, 19 императоров армянского правоохождения. Да, 19 императоров. Где Византия? Ведь все, что надо было Византии сделать в свое время, нас не трогать. Заключить с нами хорошие отношения. Не вторгаться в наши города. Наоборот, умолять, чтобы армяне перемещались бы в Византию. Делать то, что сегодня очень аккуратно, якобы, якобы с одолжением. Якобы. Ребят, слушайте внимательно, ребят. И не возникайте. Вы что думаете, если бы русским не нужно было бы, чтобы армяне жили на территории России, мы там жили бы? Вы прекрасно должны понять, что русские умнее византийцев. Поняли? Да, да, да. Все, что вы хотите сказать, я слышу. Я слышу. Русские такие. Слышу. Понимаю. Но это очень умные люди, те, кто правит там. В основном, в основном в отношении армян. Они их затягивают в Россию. Вы не видите, что они делают? Почему? Потому что тут торговля, тут бизнесы, тут шелковый путь контактов с Западной Европой, с Америкой. Тут постоянная угроза вот группе этих вот на юге от нас. Мы же наконечник их копья. Вы понимаете, если нас вооружить, что произойдет дальше? Воевать долго не придется. Это закончится очень-очень быстро. Побегут и прыгнут все и пойдут вплавь в Средиземном море. Так что, вы понимаете, тут все очень глубоко. Русское императорское правительство оказалось гораздо умнее Византии. Они свои уроки сделали. Но, но, они нас тоже предавали. Мы их не предавали. А они нас предавали. Хотите дам пример? А вот я вам дам самый маленький пример последних лет. Операция «Кольцо». Оно, операция «Кольцо», было осуществлено советским правительством. Оно было «Они нас предали». И об этом мы с ними должны говорить рано или поздно. Обязательно, обязательно. Они нас предали. А когда они нас предали, они предали свой русский народ великий. Вот моя центральная мысль, когда я об этом говорю. Когда кто-то трогает армян, он трогает русский народ. Когда кто-то трогает русский народ, он трогает армян. Никакая сила не может разделить цивилизационные тенденции. По-моему, это был 1060 год. Может, я ошибаюсь? Когда принцесса Анна, византийская, согласилась стать женой Владимира при одном условии, «Что если Россия будет крещена?» А что, это можно сказать, кто-то придумал? Вот нас называют армяна-гутанги. Вот это я, это вот там армян. Так вообще клево вообще. Я люблю эти вещи. Нам надо это игнорировать. Нам вообще на это надо забыть уже об этом. Потому что... Да, да, да. Зачем нам это надо? Армян, понимаешь, какая штука? Вот это детское возмущение, те плохие, те хорошие, надо заканчивать. Это как в религии. Твоя религия плохая, моя хорошая. Это же ужасно. Это же ужасно. Вообще религию... Вообще, если есть люди, если есть люди, которые серьезно во что-то верят, как же их можно обижать? Сказал кто? Сказал армянин. А там говорят. Где же ваш Христос? Они когда резали нас там. Это песня армянская. Ура и Раства. Где же ваш Христос, Ассоции? Чего же он не приходит вас спасти? Вот это и есть сила инфернальная. Это дьявольщина. И об этом мы можем отдельно до бесконечности говорить. Но я говорю, религию трогать нельзя. Людей обижать. Тем, что у них есть святые чувства к высшей силе, нельзя. Это все предполагает конфликт. А зачем нам он нужен? Нельзя говорить, твоя хорошая религия, моя плохая. Или моя хорошая твоя. Это каждый верит в то, что он верит. И пускай верит. И пускай верит. Единственное то, что у меня есть большие сомнения, что армянский народ, вместо того, чтобы предохранить, скажем, мечеть или синагогу на свою... Я примеру говорю. Это же все примеры на своей территории. Ну, может, денег сейчас нет, чтобы много вложить, чтобы как-то, знаешь, отделать кафелем то-сё, чтобы сохранить как памятник истории. Это же памятник истории. Кроме того, что это храм Божий, чтобы из него делать, скажем, библиотеку, склад или туалет, к примеру. Но это невозможно. Но это невозможно. Это вопреки фундаментальным верованиям этого цивилизованного народа. Теперь, к чему я всё это говорил? Всё, что на нас посягало, очень плохо заканчивало. Последние события, связанные с этими соседями, посмотрите, во что превратился этот военный конфликт. Кто получил, по большому счёту, по башке? Так называемая блокада... Сейчас кто-то скажет, что ты говоришь? Мне кажется, блокада – это, так как это естественная вещь, так как блокада происходит естественным образом со стороны соседей и инициируется их соседями. Это хорошая штука в диалектике вещей, потому что армяне, армяне, эти дебилы, они так устроены, им надо бить по башке, чтобы они включались. Наш такой армянин, ему нужно дать. И вот когда ему дают по башке, вот тогда он встаёт и начинает сухарить. Скорее всего, это блокады, это хорошая штука для нас, она стимулирует наше шухарение по всему миру. Звучит по-идиотски, но... Это стимулятор, это внешний стимулятор, он естественный. Без того, как мы можем. Да, и вот, ну не может армянский народ. Вы понимаете, вот у армян, мне что очень не нравится, вы знаете, я тоже армянин, да, вообще чуть-чуть, да? Так вот, армяне, мне очень не нравится, как только всё в порядке, а, да ладно, всё будет хорошо. Нет, ребят, хорошо не будет. Ну, хватит нюни распускать, если дети шашлык жрать. Вы понимаете, всё на то рассчитано. Мы слишком добрые, слишком позитивные, слишком невоисты. Мы же невоистованный народ. Ну, кто сказал, что армяне агрессивные люди? Они между собой ругаться могут. Мама так, перана так, между собой. А так, в жизни, как много вы видите армянской агрессивности по отношению к окружающей среде? Да её просто нет. Даже когда пьяные, говорят, пойдём ещё выпьем. Я хочу сказать, что для этого надо знать природу нашего народа, чтобы понять, что пока по башке не дадут, не включаются. Так что, может быть, что это так называемая блокада оказывает на нас очень положительное действие. Во всяком случае, мы не расслабляемся. А мы не расслабляемся, наступит момент, когда мы переборем свою, так сказать, лень и своё нежелание сделать следующий шаг, начнём эти шаги делать, а потом и блокада, и всё остальное исчезнет. Мы не проактив. Мы сидим в обороне. А нам надо из обороны переходить к нападению. Но я не имею в виду в физическом смысле. Я имею в виду, нам надо продумать политику поведения, что нам делать и как. Почему я об этом говорю сейчас вдруг? Значит, мы закончим эту мысль. Что случилось с теми, кто на нас посягал? Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Не будем дальше говорить, да? Так что их это всё ждёт. Почему? Потому что, по всей видимости, рассматривая историю контактов армян со всем миром, это диалектика, которая приводит других к полному разрушению, когда они начинают нас третировать. Мы знаем, это произойдёт с соседями, а потом с другими соседями. И на то причины очень много материальных, духовных и инфернальных. А теперь армян. Леонджан, я извиняюсь, я что хотел дополнить, как-то с одним нашим соседом я переписывался, ну, по компу. Я говорю, хорошо, мы убежали, как говорится, от вас, вот от этой жизни, бакинцы, да? Бакинцы. Да-да. Мы не проживали в Америке, мы не citizen Armenian, мы citizen Azerbaijan. Мы попали под этот молот, мы приехали сюда, в Америку. Мы от вас, я говорю, убежали. От этого, от того, что вы нас не убьёте. Мы здесь хотим жить, трудиться, как в Азербайджане. И так же и делаем. А я говорю, а что вы здесь потеряли? Вы же говорите, что мы миллионеры, у нас золото, бриллианты, корабли, пароходы, не знаю, заводы. Всё наше. Нефть. Вы что делаете? Он говорит, а мы здесь за вами следим, приехали. Следите. Я говорю, ну, следите, я говорю, смотрите, как мы здесь работаем. Так броню, здесь у них такие ячейки есть. Я думаю, что я и все службы, они всё знают. Я очень уважаю американскую полицию. Ну, конечно. Такой в мире нет, ни в Европе, нигде. А я про СНГ не говорю. Там всё подкупается, продаётся и всё делается. Тут очень серьёзное отношение ко всем этим вещам. Ну, они здесь и своё продвигают в боксёрских секциях, парикмахерских, разных этих, где они работают, наши соседи. И, кстати, вот эти, не хочу говорить, но бухарские, горские евреи, они вместе, они как врачи все, они вместе делают не то, что надо. Ну, когда-то до поры до времени. Они будут получать здесь. До поры до времени. До поры до времени. Все эти вещи происходят до поры до времени. Эти вещи все знают. полиции знают, и это НВИА, и ФБР. Потому что это... Они ведут их до какого-то момента. Да, да, да. А потом, как братьев Царнаевых, будут накрывать. Да, это, оно идёт против диалектики, которая предполагает позитивное развитие вперёд, будущее, создание, а не разрушение ценностей. Я с ними разговаривал, я говорил, ребята, вас вот это ждёт. То же самое, смотрите. Приехали сюда, потому что, ну, по работе своей, много людей, короче говоря, у нас встречаются. Разные нации, разные религиозные группы, понимаешь? И из них, вот кого я назвал, они думают так же, как наши соседи здесь. Вот это возмущает. Ну, это самое, они могут думать, не думать. Я ещё раз хочу сказать, что, может быть, эта мысль покажется тяжёлой для тех, кто слушает и подслушивает. Надо смотреть на историю, надо смотреть на уроки истории и надо смотреть на диалектику развития человеческих взаимоотношений. Причина-следственная связь, для чего что-то делается? Значит, есть несколько вариантов развития в движении человеческих взаимоотношений. Для чего, значит, на вопрос, для чего что-то делается? Маленькое толико человечества, очень маленькое толико человечества знает, что делает. Они просыпаются, они живут, они выходят на работу и они создают материально, материальные, экономические, социальные и культурные ценности, которые масса забирает. Дело в том, что те, кто производители и создатели, это делают не потому, что они хорошие и не потому, что они богом отмеченные, а потому, что они по-другому не могут, они просто по-другому это делают, не могут. Вот они устроены так, произвести и отдать, произвести и отдать. Кто эти люди? Ну, этими людьми являемся как минимум мы, там о других говорить не буду, а масса людей, да, ну, а масса других людей на земле, они потребляют эту информацию, эти ценности и вот этот вот второй тип поведения, потребления, без того, чтобы сказать спасибо. Есть еще третий тип поведения, который, он половина, немножко туда, немножко сюда. Скажем, это великий русский народ. Вот братья мои есть братья, русский. Русский народ необыкновенно созидателен. Он создал очень много материально-технических культурных ценностей и дал безвозмездно, и дал безвозмездно человечеству. Мы же не можем это отрицать. Я не хочу слышать армянский комментарий по поводу русского народа. Вы можете говорить, что хотите о правительстве русском, которое не русское. Никогда не было и не будет. но русский народ созидательный народ, так же как украинский народ, так же как французский народ, английский, германский народ, это созидательные люди. Вот дефицит наших русских, потому что они и туда, и сюда. Если армяне в основном созидательные люди, если допустим, вы знаете кто, они полные потребители и разрушители, мы не будем именны, нам не надо это. Тот русский человек, он, к сожалению, более разрушитель сегодня, чем созидатель, при том, какой гений, неограниченный гений сидит в русском человеке. и, пожалуйста, не делайте мне комментарий, пожалуйста, по поводу того, что русские тупые свиньи. Это такое преступление, иногда слышишь это. Ребят, нельзя так о людях говорить, нельзя о людях говорить плохо. Даже те, которые там, о которых я и говорить не хочу о них, они же несчастные, но они сами даже не знают, какие они несчастные. Они идут в никуда и там они останутся в никуда. Никуда это ноль, это их будущее. Я жалею их, ну да, потому что вырос там, а так вот, знаешь, о чем мне об этом много думать. Ну и вот и третий вид, значит, вот этот вот, и туда, и сюда, так сказать. Вот, они же есть, они же есть. Посмотрите, какое происходит вырождение белого человека в Соединенных Штатах. Посмотрите, во что превратились потомки недавних бейби-бумас. Посмотрите, во что превращается на ваших глазах белая раса здесь в Соединенных Штатах. Идет полное изничтожение этого замечательного потенциала человечества, который сидел в белой расе, в германцах, в англичанах, французах и так далее. А вот в нас этого не происходит процесса пока. Пока, я не знаю, может, произойдет. Я там слышал разговоры не так давно. Вот, в русских существует цель, чтобы Армения туда-сюда перешла бы, стала бы частью России. Ну, наверное, они умнее византийцев, они выжить хотят. А что будет, когда в России будет больше армян жить? Больше и больше и больше и больше. Вы хотите сказать, что армянские полукровки забудут, кто они? Я очень в этом сомневаюсь. Я очень в этом сомневаюсь, что произойдет, произойдет в определенном смысле слияние этих двух христианских цивилизаций. где люди вроде Лаврова и других в конце концов придут к власти и улучшатся в общем состоянии жизни в России. Потому что у меня ощущение такое, что вообще будущее человечества это в России. Хотя, может, моим армянским друзьям это не понравится. Вы же не можете мне сказать, что будущее человечества находится в Германии. или в Америке, или в Америке. Приезжайте, посмотрите. Приезжайте, посмотрите. Посмотрите, во что превращается народ здесь. Посмотрите на это. What's up, man? What's going on, baby? Приезжайте, посмотрите на это дело. И скажите мне, это наше будущее? Нет, спасибо. Вот. А Армения, она останется. Она никуда не денется. Единственное, что если улучшится экономическое положение в Армении, оно обязательно улучшится. Там произойдет демографический взрыв. Ну, значит, вместо трех миллионов в Армении будет жить, скажем, 20 миллионов. Я думаю, больше не надо. А 30-40 миллионов будет жить, скажем, в России. А больше и не надо. Ведь это в состоянии добиться Армяне в течение двух поколений. Я вообще удивляюсь, что такой задачей все михнет, что любой ценой плодится. Потому что, если начнем плодиться и опять разъезжаться по всему миру в поисках заработка, что ты с нами сможешь сделать? Никто ничего не сможет сделать. Дело в том, что вот интересная вещь, если вы, друзья армяне, посмотрите на каждого армянина, которого вы знаете, мало того, что каждый из нас генерал, это само собой. Я вот с сестрой недавно разговаривал. Ара, такие вещи говорит, ара, сестра Курик, такое слово сказал, на мой ухо положил. Я вот слушаю ее, она там умница у меня, моя сестра умница, такие вещи говорит, интересные. Я говорю, слушай, ведь каждый армянин, каждая армянка, ты понимаешь, это очередной Шарль Азнавур или еще что-то. И такой потенциал. Или это трудяга до мозга костей, или это какой-то сверхсозидатель и так далее, и так далее. Армен, рассказывай. Аса или Аса? Армен. Да, так, да. Теперь, теперь слово предоставляется Армен опять. Я закончил свою тираду. Ну, что говоришь? Ну, что сказать? Все ты правильно говоришь, Леонген. Ради нас? Я что хочу сказать еще по поводу нашего армянства, да, что мы должны быть чуть-чуть скромнее в чем? Во всем. Тогда мы получим... Во всем. Во всем. На землю опуститься надо. Генералам надо стать рядовыми. Ну, да, так тоже можно, да. Но только для своих, да. Но, я что хочу сказать? Мы получаем, если оружие от России или что-то у нас новое появляется, мы сразу начинаем трубить на весь мир. Зачем мы это делаем? неправильное? Да держите это в секрете, дорогие мои. Не надо. Когда надо этим оружием долбануть по башке, я уже не буду знать. Зачем раскрывать свои карты все? Дело в том, дело в том, вот добавка к тому, что ты сказал, Армен, мы очень много болтаем. Вот этот разговор, он личный, он отнимает, во-первых, много времени у людей и энергии тоже отнимает, наверное. Друг другом ругаются, а мы этим оружием дадим, мы тем, у нас израильские вертолеты, вот у нас... Зачем это? Надо меньше говорить. И против жарских есть все, и против тех есть все. Надо скромно быть, ну, момент кулаком поддать, чтобы на 50 лет больше не залезали к нам. Значит, Армен, я на 300% согласен, что я несколько раз говорил, что среди нас полно выпендрежников. В нас сидит, в нас сидит вот этот вот корень выпендрежничества, типа, а я тебе сейчас башку как дамара, стенка, голова, трафарет, останешь. Ну, что-нибудь такое. Это есть, это надо кончать. Во-первых, с точки зрения угроз, и я тебе покажу и так далее, подходить в этом мире к чему-либо, это преступление для нас. Кто-то может это делать. Вот этот же Тургут Азал, этот политик турецкий, это оборотник. Нет, нет, Тургут Азал. А Тургут Азал? Это президент, это был президент Турции. который якобы предлагал примирение, всякую ерунду. Ведь когда был этот конфликт, он говорил, а что, почему бы не послать несколько самолетов турецких и побомбить немножко Армению? Вы понимаете? А вот это раскрылось только в 31 году. оборотник. оборотник. Поэтому с ними разговаривать... Обороны, по-моему, их не Тургут Азал. Но Тургут Азал, может быть, я сейчас все перепутал, но по-моему... Военный министр какой-то, по-моему, и план был этот. Ну, может быть, я сейчас что-то не то сказал. Но там был президент, который... Он Курт, он, по-моему, инженер-электрик, он получил образование здесь, в Соединенных Штатах. Он сидел напротив Буша, разговаривал с Бушей о том, что, может, мы отдадим армянам Карабах, они нам отдадут, они нам отдадут туда-сюда. Это нам. Понял? Он говорит, от лица людей, которые живут на законной территории, государство Иран, вот все, о чем идет речь, это все иранская территория, не турецкая и не азербайджанская. Почему вещи своими именами не называть? А это правильно, да. Это все принадлежит. Иран передал. Иран. Я с ним передал. Россия выбила Иран оттуда. Да. А я считаю, по справедливости, когда Россия ушла, Иран должен был войти и забрать все эти территории обратно в Сибири. Ну, Иран же по договору отдал России, чтобы третьим странам не передавались эти земли. Ну, вот, пожалуйста. Есть такой договор России и Персии, когда Персия проиграла войну очередной раз. Россия забрала эти территории, как Персия подписала капитуляцию и что эти территории входят в состав России. Это российские губернии и что Россия не имеет права отдавать третьим странам никому. Ну, вот, поэтому это очень серьезные вещи и поэтому эти... Так все нарушается. Гнилые разговоры. Все переименовывается. Конституции переделаются просто так, как хотят перечеркивать хозяева Конституции. Да, гнилые разговоры о том, что сбросят сколько-то бомб на Армению и так далее. Это все... Вот эти все вещи. Вот давай, вот я сейчас буду примером поведения того армянина, о котором мы говорим. Это все, скажем так, мягко, это неправильное поведение. Почти детское. Поэтому, как сказал Армен, я считаю, нам вообще рот надо закрыть уже, пора. И вместо того, чтобы... Спокойно делать свое дело. Спокойно делать свое дело. Как рев шакалов лапами отгоняет, один раз ударит, 10 шакалов улетает, когда надо. Я не могу... А так спокойно. Я не предлагаю никаких решений, потому что это не моя программа, это программа Ютуба. Но я знаю, что существует такого в жизни нет, чтобы не было бы ответа на вопросы и нет разрешения любой проблемы. Значит, все, что для этого нужно, нам нужно вот это. Вот я сейчас показываю, вот этот кулак. Как это по-армянски будет, когда вместе? Мьясин. Мьясин. Вот, я показывал. Мьясун. Мьясун. Это воссоединение. Нам надо быть вместе. Нам надо кончать этот... Мьясун. Нам надо кончать этот Качарян, Пашинян, Саркисян. Обязательно. Слушай, слушай. Знаете, что я скажу? Межеусобица приводит к разорению. Да. Это мы уже проходили. Да, да. Наша армия от моря до моря вот так вот и рассыпалась. Да. Потихоньку рассыпалась и мы имеем то, что сегодня имеем. Вот идет значит на сегодняшний день Пашинян хороший, Пашинян плохой. Ребята, заткнитесь, пожалуйста. Оставьте человека в покое. Если вам не хватает понять мозгов, что к власти ни в одной стране случайно никто не приходит, такого не было и не будет. А тот, кто случайно придет, помните Кеннеди. Так что, пожалуйста, не забывайте, это не игрушки. То есть, вот он пришел, вот народ за него пошел. Как вы слышите подобную версию, у вас должны возникать вопросы. А почему эта версия правильная? Теперь он уже у власти. Оставьте его в покое. Вы можете ему задавать вопросы. Вот я ему задал вопрос. Какое ты имеешь право здороваться за руку с Алием? Ты кто такой? Ты что, знакомый его? Ты что, ему руку протягиваешь? Он говорит, он придет в Ереван и всех нас грохнет. Видишь? Пашинян, ты ошибку сделал. Скажи, что ты сделал ошибку. Скажи, чтобы людям приятно было. На самом деле, верю ли я в том, что Пашинян сделал ошибку? Нет, не верю. Это мои личные... Наверное, они должны здороваться. Я не знаю. Я слышал о том, что Демирчан, по-моему, ударил... По-моему, дал Пашиняну в рожу где-то в Москве. Это Алиеву. Алиеву дал в рожу в Москве. Я слышал такое. Да, это 78-й год был. Я слышал такое. Там при Брежневе там у них скандал был за Мегры. Алиев хотел Мегры забрать. Он говорил Брежневу, что там нужна эта территория. Она лучше была бы, чтобы была в Азербайджане. Но он дал ему в рожу. Я пример говорю. Поэтому... Да, Демирчан ему дал. Они не разговаривали очень долго. И вообще после этого не разговаривали. Руку протягивать Алиеву не надо было. И то, что он ее... Чомпалах ему дал хороший там. В Кремле прям. У меня вызывает вопросы. Почему? Второе. Он совсем недавно вдруг ни с того, ни с сего стал говорить об этих трансджендерс. А, да, да. Я слышал. Спрашивается. Ты... Да, я слышал. Два варианта. Ты правитель страны. Ты главный человек. Неужели ты думаешь, что в этой стране, которая называется Армения, больше не о чем говорить как о трансджендер? Я ни в коем случае не дай бог, чтобы я к ним плохо относился. Но меня их успехи и не успехи совершенно не интересуют. Меня интересуют успехи армянской медицины, социальных услуг. Меня интересуют успехи армянской армии. Меня интересует горячая еда есть там на поле, чтобы детям кушать. Ребята, хватит. Значит, если ты находишь время об этом говорить, возникает вопрос, а делом ты занят? Допустим, 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 другой вариант. А ты говоришь об этом, потому что так надо делать. Теперь возникает вопрос. Да. Значит, тебе надо делать. Извини, Пашинян, извини, родной мой, я за тебя горой стою, ты мой, ты мой человек, я горой стою за тебя. Но я имею право в свободе, в демократии задавать вопросы. Ты почему поделаешь? Ты какое имеешь право отвлекаться на трансджендер? Кто тебе разрешил время так тратить? И если ты поддерживаешь трансджендер, причем это неплохо, никто не против этого, то тут возникает вопрос, у тебя время на это есть. Или ты это делаешь, потому что у тебя есть договоренность с определенными кругами, что эта идея двигается по всему миру на сегодняшний день. А для чего она двигается? Вот здесь в Соединенных Штатах об этом открыто говорят. Идея вот этих лесбиянка, homosexuality, gender двигается ни в коем случае не потому, что кто-то испытывает уважение к ним или сострадание к ним или понимание того, что с ними происходит, а использует их в очередной раз как инструмент для разрушения nuclear family, семьи. они являются эти люди, которые в общем-то изгои, биологические изгои. И в этом ничего страшного нет, потому что я это сказал, потому что у них биология не разрешает им возможность производить детей в контактах. Да. Они биологические изгои. Это не делает их плохими людьми, это их делает изгоями из массы. Разве это разрешает над ними смеяться, издеваться. Ни в коем случае их защищать надо. Но когда вдруг минимальное количество этих людей, их там, наверное, одна, я не знаю, сколько их, их же очень мало, они вдруг выходят из клазета, видите, как в Америке говорят, и начинают нам открыто навязывать что-то. А лидеры страны это дело поддерживают? Ну, тут должны возникнуть у тех, кто очень рьяно поддерживает Пашиняна, тоже вопрос. Ребята, в чем дело? Теперь, еще одна линия. То, что мы задаем вопросы Пашиняну, президенту Трампу, президенту Обаму, не критикуем, а задаем вопросы, им приходится отвечать. И то, что им приходится отвечать, это наша лепта, наша лепта в моделировании вот этих людей, которые, когда, если им на красном ковре, где-то приходится кому-то отвечать на вопросы, они говорят, ну вот, а народ мне задал то, а что мне делать? Вот так. Таким образом, мы очень помогаем Пашиняну, когда говорим руку, Алиеву, не подавай. И от трансгенда, пожалуйста, не разговаривай. Мы сделаем вид, что ты сделал ошибку, что, пожалуйста, пойди займись вопросами образования, социального обеспечения, медицины и тем, как прокормить солдат на фронте и одеть их обуть. То есть, вот так. Мы помогаем ему тем, что мы его критикуем. Критика должна быть практическая, критика должна быть не злая, и она должна идти, в общем-то, в принципе, просьбой. Пожалуйста, не подводи нас. Что с тобой, что с тобой произойдет, что с тобой произойдет, Пашинян, если ты не будешь слушать народ, это не мое мнение, этот же народ завтра выйдет опять на улицу, и ты уйдешь. Придет еще один, которого нужно будет моделировать. Поэтому вот у нас с Арменом существует стопроцентное согласие по поводу прозрачности. Нужна прозрачность. Народ должен иметь право знать все, обо всем. Кроме, кроме, я говорю про народ, я не говорю про тех, кто избран народом заниматься определенными вещами. Допустим, допустим, в Соединенных Штатах Америки, когда президент Клинтон пытался кое-что узнать об этих НЛО, Unidentified Flying Objects, к нему пришли люди из соответствующего подкомитета Сената и сказали, With all the respect, Mr. President, you have no clearance. Он об этом говорил. Он об этом говорил. Президент Билл Клинтон, у него было интервью, к нему подошла женщина, он ее по имени назвал. И когда ему задал этот вопрос, он говорит, «Родная, разве ты не знаешь, существует правительство за спиной правительства в Соединенных Штатах?» Это Билл Клинтон, это не я сказал. Так что поэтому, друзья армяне, пожалуйста, пожалуйста, оставьте свою наивность и оставьте свою категоричность. Движение должно быть так. Вот этот кулак, и мы должны помочь Пашиняну удержаться власти и провести демократические реформы в Армении любой ценой. Нас всего лишь 3 миллиона там. Так говорят, очень хорошо. Значит, демократию можно установить. Три центра власти, президентская власть, юридическая власть, суды и Сенат и Конгресс. Вот и все. Больше ничего. Ни в коем случае никому не разрешать оставаться на своем месте больше. Больше, я бы сказал бы, больше трех лет. Четыре года, это уже много. Не может президент страны быть второй раз избран. Все, кончен разговор. Не может никто быть второй раз, никаких судей, которые выбираются на жизнь. Такого быть просто не должно. Пускай уходит. Обязательно коррупция будет. Да, да. То же самое делать с полицией. Ты проработал на этом участке один год, да? А вот теперь мы тебя пошлем в Мордокерт. Да ты, да, 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 да. Мордокерт, вот там будешь жить. А теперь мы тебя пошлем в Карабах. Через годик. Мешать, крутить, вертеть, чтобы покоя не было. Чтобы покоя не было. И на полиграф всю, всю структуру банковской системы национальной безопасности, значит, всех этих следственных органов и так далее, на полиграф. Не прошел полиграф, это не значит, что ты потерял работу. Это значит, тебя переводить с ответственной работой на... Что произойдет? Что произойдет автоматический, диалектический, диалектический автоматический отсев тех, кто должен находиться в системе. В Соединенных Штатах Америки перед тем, как стать полицейским, ты идешь на полиграф. Если ты не проходишь полиграф, ты полицейским не станешь. В Соединенных Штатах Америки работники ЦРУ и ФБР, насколько я слышал от ребят, кто работают в ФБР, ЦРУ, я не знаю, ФБРщиков я встретил, несколько очень приятных людей, они говорят, мы все согласны с тем, что нас всех надо без конца терроризировать полиграфом, потому что это не оставляет возможности. Конечно, конечно, и это надо сделать, имплементировать в Армении. Президенты Армении на полиграф. А почему нет? А почему нет? От чего стесняться? Вот и все. А самые важные вещи, о которых идет речь, как Клинтону не дали допуск, они должны быть известны под комитетом Сената и Конгресса в Армении, которые этим занимаются и которые являются наиболее доверенными людьми в правительстве Армении, в руководстве Армении и их тоже на полиграф. И вот тогда, тогда исчезнет само желание по-другому думать. Вот так. Все эти... Говори, 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 Матах. Я вот эти приблизительно то же самое, я в 83-84-85 год моим друзьям говорил в Союзе, вот эти вот слова. Потому что я... Такие, как я, видели, куда катится страна. Да. И уже где-то в 84-85 год я предполагал, что Баку будет резня. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой, какой кошмар. Ну, опять-таки, вот взять и обвинить простых людей, азербайджанцев, никто не имеет права на это. Это все организованные события. Непонятно до конца кем. И, возможно, не нашего ума дело это понимать. Мы можем до определенной степени, в определенную глубину уйти. Хотите, дам интересные ответы? Практические. Происходят неприятности в Баку. Моя бабушка, которая является... Это анекдот еще тот, беспартийная партийка. Это та, которая в свое время сидела перед начальником НКВД города Баку и говорила ему, что она хиромант. И она видела сон, что ее муж в подвале сидит в воде. Это ей еще один НКВД пришел, сказал, столько ты дашь, я его вытащу. Ну, тогда ей сказали, я тебе сейчас покажу хиромант. Это армяне, они ничего не боятся. Это бабушка моя. Она пришла ему... Она пришла этому парить, как она видела во сне. То есть она звонит в милицию и говорит, а это что такое? Она по-азербайджански говорила, хорошо. Вы знаете, что сказал милиционер бабушке моей? Это она и такая-то звонит, благодарите Горбачева. Вот этот ответ был. Этот ответ пришел от моей покойной бабушки. Благодарите Горбачева. То есть он являлся инструментом разработанного плана по развалу Советского Союза. Это ясно. В этом ничего нового нет. Так как наиболее активной точкой, в которой могло взорваться что-то на том этапе была Армения, ее использовали, нас в очередной раз использовали для того, чтобы раскачать эту ситуацию. Вот и все. И там делались эти дешевые... Кто ему советовал? Ну, вы сами понимаете, кто ему советовал. Вы же понимаете, что у среднего рядового русского человека совести, совести и души на подобные преступления, как развал Советского Союза, не хватит. Русский человек на такое не пошел. Он русский. Вот что за ними стояло и что руководило ими, и в какие условия поставил Рейган свое время Горбачева, когда он объяснил, что происходит в мире, как мир устроен, и что они могут сделать Советскому Союзу. Он, наверное, сел и показал ему, что они могут сделать. Хотите маленький пример? Хотите пример секретной дипломатии? Вот в Северной Корее совсем недавно этот козлик прыгал. Он прыгал. Я так сделаю, я так сделаю. Приезжает к нему папа Трамп. И после этого полная тишина. Кто-то из полицейских моих друзей сказал. Он, наверное, посадил его рядом с собой. Открыл компьютер и сказал, ты видишь вот это? Это где ты был вот 20 минут назад. А вот это видишь? Это где ты был 10 минут назад. А вот это видишь? Это ты напротив меня сидишь. Мы тебя достанем любой точки. Хоть в туалете. Да. Мы тебя, мы не просто в туалете, в туалете мы тебя замочим. Помнишь? Да. Мочить в сортире. В сортире будем мочить. Кстати сказать, кто помог, кто помог русскому правительству убрать? Дудаев его звали, да? Дудаев, да. Генерал Дудаев. Да, этот подонок, этот предатель чеченского народа, который подвел этот многострадальный народ под очередной удар. Что ты натворил? Что ты сделал своим несчастным народом? Зачем? Да, ты знаешь, чечены очень гордые люди. Чечены справедливый народ. Чечены хотят свободы. Ты на этом играл? Ты играл на том, что этот народ храбрый, он никого не боится, он уважительный. Я служил в армии, я с чеченами дело имел. Шикарные ребята. Шикарные. Шикарные. Мужики. Мужики. Мы сидели с одной тарелки и ели. У меня бабки были, я находился на сборах офицерских. Слушай, чечены, у меня друзья были, чечены и русские. С моими армянами воевал. Знаешь, почему воевал с армянами? Потому что без конца вытыкались и наступали другим на глотку. Дергали других. Деды, да? Все деды были. Я говорю, ребят, ну мы же армяне, мы... А, молча! Ну это же, это опять-таки, это не национальность, это деды. Ну а с армянами... Власть плохое дело. Не все. Да, да, да. Ну с армянами приходилось воевать, защищать, защищать, чтобы не обижали. Все время, все время стеной становился, чтобы там молодняк. А, ты не знаешь, эй, как армию устроен, ты не знаешь. А я говорю, я тебя пожаловал. Ну, хороший парень, ну не надо так, а? Ну, друзья были русские. Я имею в виду, друзья такие, да, вот. Те, которые верхушку держали в части, в части верхушку держали чечены в определенных местах. Значит, там интересно получалось, все, что связано было с оружием чечены, а все, ты понимаешь, а все, что связано было с обеспечением транспорта, работы двигателей, работы военного оборудования, не оружия, а военного... Это все были русские ребята, славяне. Это народ, гениальный народ, слушай. И армяне, да, армяне сидели в электронике. Это вот 300%, убей меня, все, что связано, у нас было там такой, знаете, свернутый полк, джульфе. Так, армяне сидели полностью в электронике, ты ни одного армянина шагающего там не видел. Они все сидели в электронике, все в радиостанциях и так далее. Вот я помню, один армянин, парень, меня очень быстренько научил, как работать на походной радиостанции. Значит, армяне сидели в электронике, азербайджанцы находились на кухне, чечены находились при оружии, то есть автоматы, пулеметы, вот это дело. А русские, славяне, ребята, все сидели на самом тяжелом, на обеспечении готовности техники. Там и танки были, и бронетранспортеры, и машины, и вот этими гениальными, простыми русскими руками все это держалось. Свои глаза видели. У меня были ключи от двух коптерок уже через неделю, как я пришел туда. Самые близкие друзья. Ну, бабки были, естественно, что я сделал с деньгами? Тратил. И вот я говорю про чеченов, какие это хорошие ребята, а? И как с ними, как с ними жестоко их правительство поступило, поставило их в такие условия, эти войны, эти невинные дети, невинные старики чеченские гибли. За что? Ну вот за что? Ведь люди неплохие, гордые, добрые, хлебосольные. Своё слово обратно не берут. Это очень порядочные люди. Своё слово обратно не берут. Очень много я бывал грозных. Да, о чём говорите? Я слушаю, настоящие мужики. Так вот он, подонок, продал их. Потому что я слышал, что он очень был связан с нефтью и прочими делами. Неужели это из-за денег, а? А ты представлял себя как лидер. Если ты был лидер народа, ты должен был наоборот договориться, установить хорошие связи, договориться с Россией, сказать, ты знаешь, да, моих ребят сумасшедших, давайте, да, построим школы, построим дороги. Чё ты полез? Ты чё натворил? Так его чем жахнули? Его самолёты, ракеты. Бум! Ну да. Поэтому вот эта вот история, эта история... И органа целый год ходила, плакала везде там. Кто? Жена, жена его плакала, она русская у него была. Ну а что, бедная жена? А за что она, бедная, пострадала? Что её мужа? Она, наверное, думала, что он их герой, а оказывается, что герой занимался этими грязными вещами. А что ж ты подставил, а что ж ты подставил народ? А что эта тварь? Как его зовут? Кого? Саакашвили. А что ты наделал с грузинами? Ты чё, одурел совсем? Ты чё, с ума сошёл? Что ты натворил? Ты... Он вообще Грузию разорвал всё. Ты зачем это сделал? Ты зачем грузинский народ подставил? Смех и грех. Сволочь ты такая. Что ж ты натворил? Да, европейская интеграция, о чём ты говоришь? Я сказал бы, армянская, азербайджанская интеграция, дагестанская, чеченская. Я бы сказал так, заканчивайте базар на Кавказе, объединяйтесь, кавказцы. Создайте хорошее объединение. Курорты есть, нефть есть, мозги есть. Хватит уже, а? Нет, ты пошёл, ты пошёл, ты замахнулся на кого ты замахнулся, ты забыл, ты на кого замахнулся. Вы жили благодаря великому русскому народу лучше всех. В Союзе. У вас было самые лучи, да, самые лучи одежды. Ну, и они хорошо жили. А что? А как же? За Сталина спиной они, как они жили? А зачем ты свой родной народ поставил? Что? Этот народ заслужил то, что с ними произошло, когда бомбили их суда в Чёрном море, топили налево-направо грузинские, что грузины такие богатые люди, что из-за тебя сволоча такого. Ты же не человек. И вот они все такие. Он галстук, он не человек. Вот именно. Вот именно. Ну, понятно, чей интерес он представляет. Я надеюсь, Грузии уже немножечко прозрели. Я помню, один из законодателей Грузии, я слышал это, говорил, у вас срок подходит. И вот когда вы уйдете, мы вам зададим вопрос. Вы пришли сюда без копейки денег в кармане, а сейчас у вас 2 миллиарда долларов. Откуда у вас эти деньги? Вот так. Пожалуйста. Вот так. Неужели все деньги? Ужас, ужас. Сейчас они общение с самолетом уже сделали с Россией. Ну и слава Богу. И слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Чтобы только, не дай Бог, больше грузинская и русская кровь делилась. Это братья наши. Конечно, конечно. Это раз вообще разговора не тут. И чтобы чеченская кровь никогда не лилась больше. Слушай, в Советском Союзе мы все братьями стали настолько, все переженились. Ну, конечно. И что этот господин Горбачев сделал? У меня здесь красавец, мужик чечен. Красавец. Он женился на Украинке. Ты бы видел этих детей. Ты бы видел этих куколок. А сам он такой, парень, он такой золотой. Он подходит, обнимает меня, целует. Как дела, дядь Лев? Как вы тут? Как это можно не видеть? Ну, как это можно не видеть? Это же золотые люди. Это же золотой народ. За что же с ним так? Подводить? Я в 70-е годы работал на Северном Кавказе. Кисловодск, это северные, ну, как это, Кабмимоды, Грозный, Орженикидзе, вот эти места. Нальчики бывал. Это было прекрасное время. Да, конечно. Это прекрасное время. Конечно. Конечно. Люди, да, люди, человеки. В общем, Армян, дядь, потихонечку будем заворачиваться. Было очень приятно. А дядь? Будем выступать перед другими. Надо. Будем накоплять все, что нужно нам. Да, да. А когда надо, покажем это все. Да. А армянам я говорю, ребята, звоните мне, договаривайтесь, давайте делать эти интервью. Дело же не в том, чтобы мы только разговаривали о том, какое образование в Армении делать. Рассказывайте истории из жизни. Ведь это все остается на волнах интернета для других поколений. Ведь придут дети, придут люди других национальностей. Те же самые соседи, те же самые чечены, те же самые грузины, те же самые русские, которые будут слышать эти передачи, будут слышать душу, их соседи, армян. Есть надежда, что вот эта массовая информационная волна может создать хороший тон для улучшения взаимоотношений между людьми. Потому что в конечном итоге, а кто кому по большому счету, кроме ненормальных, желает зла? Ну кто? Кому это надо? Статейки должны дружить с соседями, обязательно. Обязаны. Все в Кавказе, все должны жить дружно, вместе плечом к плечу строить нормальную жизнь. А так вот, межуособица, мы все будем разорены. И мы должны... Наши бой придет, плюнет, и ничего не сможем сделать. И ребята, ребята, кавказцы, смотрите, во что нас превратили. Ребята, кавказцы, соседи, грузины, чечены, дагестанцы, талыши, все, кто там на Кавказе живут, наши люди, родные наши люди. Посмотрите, все родные. Почему же вот мы должны так жить, а? Чем же мы заслужили подобное вот? Ты такой, я такой, ты мусульманин, ты хватит уже. Хватит. А как насчет того, чтобы кусок хлеба порезать и принести, и накормить людей? Я сколько мусульманам в жизни помогал, и деньгами, и всем из тюрьмы спасал. Я столько для армян не сделал. И мой отец сколько. Ты понимаешь? И правильное дело. Потому что... Хочется им все в лицо бросить. И правильное дело. Потому что... Причем здесь религия? Причем здесь религия? Это все... Религия, это же политика. Это тот же самый бизнес, древний бизнес. Он уже 5000 лет уйдет и не заканчивается. И пускай он себе идет параллельно. Да, по религии вообще. Религию отделили от государства. Я вот ношу на себе крест. Вот мой крест. Вот он на мне сейчас. Во здоровье. Это социальная принадлежность определенной группе людей. И для меня это очень важный момент. Да, он согревает сердце. Но Всевышний он один. На всех на нас. Он для всех религиозных групп один. А каждый по-своему называет его. Да. И вот я надеюсь, что во имя него, во имя уважения к этой высшей силе постепенно будем прозревать, успокаиваться, уважать, помогать, подниматься. Я предлагаю соседям, хотите умную вещь, первый шаг. Заберите свои войска с границы с Карабахом. Отведите на 50 километров обратно. Посмотрите, дайте один, два, три дня недели. Посмотрите, один выстрел с армянской стороны будет. Не будет ни одного выстрела. Не будет ни одного выстрела. Только будет, что с армянской стороны делегации начнут в соседние азербайджанские деревни идти, готовить лаваш, готовить то, сё, вино и так далее. Хотите, будем кушать, пить. Я знаю, да, свой народ, да, я не знаю, разве кто это такие. Я сам такой кретин. Левондиан, я извиняюсь, они привыкли, что мы всегда поставляли правую щеку, левую щеку, левую и правую. Этот раз нет, не поставили. Потому что мы, да, привыкли к христианству, да, христиане мы, но пора уже перестать щеки подставлять. Или как про Содому Гомору говорили, Бог говорил, вот почему я сжёг эту Содому Гомору, это города были, как сказать, неправильного поведения, духовность нету, ничего. А сейчас весь мир духовный, чёрт, всё должно загореть, что ли? Да, да, ты прав, ты прав. Это же не так, ну, надо же когда-то, это, собравить, что делаете, юнки-палки. Практически, прагматически, спокойно, без зла, без всяких лишних глупых слов и хвастовства делать своё дело. Я так скажу в заключении, у армянского государства на сегодняшний день есть возможность, я назвал их в своей программе на английском Earth, Wind and Fire, есть возможность в течение нескольких часов закончить все свои проблемы с соседями. В течение нескольких часов. Да, 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 да. У Армении есть сегодня такая возможность, мы все прекрасно знаем, о чём я говорю, соседи находятся на пороховой бочке, эти промыслы, это нефть, это газ, эти два водохранилища, одно в Карабахе, другое вот там, в Мегичаури. Не дай бог, не дай бог, если это задействовать. На этом всё. И потом, на этом это всё. А кому это надо? Ну, сколько можно говорить, успокойтесь. А мы знаем, что кому-то это надо, чтобы нашими руками нанести им вред. А среди них не находятся люди, которые говорят, слушай, надо любой ценой это останавливать. Давайте сделаем первый шаг. Давайте для начала уберём войска. Просто уберём войска с границей. Посмотрим, что будет дальше. Их всегда можно вернуть. Ведь это же понятное дело, что ни одного выстрела с армянской стороны больше не раздастся. И ни одна, ни один человек не посмеет перейти границу, установленную соглашениями. Почему? Потому что мы хорошие или плохие, нет. Потому что мы стараемся во всех отношениях быть людьми и соблюдать закон. И у нас есть слово, честь. Мы его держим. Армен, пожалуйста, будь добр, цаутаном, компенсируй моё отсутствие армянского языка какими-то красивыми армянскими пожеланиями словами в конце программы. Хорошо. И нашим слушателям дорогим тоже пожелаю счастливой жизни и мирного неба над головой, чтобы все строили свою жизнь прекрасную в своих странах и дружили нормально. Нашим соседям мы это желаем. Дай им Бог когда-нибудь дожить до того, что их блогеры вместо того, чтобы гадости про нас говорить, сказали бы, мы так хотим, чтобы у армянского народа было бы благополучие, в их семьях было благополучие, мирное небо. Я что-то пока этого не слышу. Опять-таки, может быть, этим удастся это у нас украсть и сказать безымдель. Я им это желаю. Это уже анекдот, да. Это уже анекдот, да, на самом деле. Вот так. Счастливо. Счастливо, удачи и Богчулинек. Счастливо. Айэдян, ты цаватанэ. Айэкмэйк. Мяцун, мяцун, мяцун. Друг друга понимать, чтобы. Мяцун. Счастливо, армян. Счастливо. Спасибо большое, Левон джан. Спасибо, цаватан. Пока. 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 Ну вот, друзья, мы подошли к заключительной части нашей программы. Вот. Я получил большое удовольствие, разговаривая с нашим другом. Вот. Знаете, я предлагаю вам эту формулу. Ребята, ну звоните на программу, звоните мне на телефон. Говорите. Давайте о чем-то. Рассказывать что-то. Говорить что-то. Мы же все выиграем. Мы все выиграем. Сейчас попытаюсь сделать оплоудинг. Будем надеяться, что меня никто не будет блокировать. А если будут блокировать, мне надо будет нанять адвоката и подать на них в суд. Потому что мы здесь добрые вещи говорим, а не плохие. Мы здесь, на этой планете, Земля, для того, чтобы делать добрые вещи. говорить правду. Слышите, какая музыка красивая, ребята. Сказка. Так люблю вас всех, вы себе не представляете. Счастливо вам, друзья. Будьте здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok